За калиткой теремок, но совсем не родничок. Свежей краской у фасад наш притягивает взгляд. Детский сад номер 19 «Родничок» на улице Пионерской в Щелкове открылся после капремонта. Под новой кровлей и ярким фасадом дети едва узнают прежний облик дошкольного учреждения, которому в этом году исполнилось 65. Открытие сада, где обучало 125 человек с нетерпением, ждали и дети, и родители. Большое спасибо, что этот день наступил наконец-таки. Для нас он, пожалуй, красный день календаря. И тут даже в ожидании, в детских глазах это больше смотрелось большим ожиданием, чем Новый год. Всего шесть месяцев потребовалось подрядным организациям на то, чтобы здание с богатой историей отвечало современным нормативам. Символическую ленту перерезали дети вместе с почётными гостями. В городском округе Щелково правительство региона финансирует не только строительство детских садов, но и капитальный ремонт существующих. Родничок – одно из двух учреждений, где работы выполнялись в этом году. Второй сад номер 32 находится в Щелково-7. И в одном и в другом ремонт проводился по государственной программе Московской области «Образование Подмосковья». В родничке работы выполнили в максимально короткие сроки. Хочется поблагодарить Министерство образования, которое включило нас в эту программу и выделило на капитальный ремонт этого детского сада 18 миллионов 46 тысяч. И дополнительно были выделены деньги из нашего бюджета, Щелковского – это порядка 980 тысяч и 4,5 миллиона. То есть в итоге капитальный ремонт вышел в сумму 24 миллиона. Благодаря этому мы сегодня с вами видим новый, совершенно обновлённый, красивый детский сад. Что изменилось в родничке после ремонта? С лестницы хорошо видно витражное окно. Оно создаёт необычное освещение. Перемены коснулись и комнат для переодевания. Так как исторически у нас здесь были маленькие помещения, мы приняли такое решение сделать одну общую раздевалку на две группы. Во всём здании заменили деревянные окна и коммуникации, кровлю. Заново провели отопление, переложили линии освещения, заменили пожарную сигнализацию. Вложения купятся снижением затрат на электроэнергию и тепло. Детский сад 1954 года, постройки. И что необходимо было сделать для того, чтобы он соответствовал современным требованиям пожарной безопасности? В первую очередь, это расширение пути эвакуации, внутренних и наружных. В данном случае, в существующем лестничном марше, обычно перила крепятся в сам лестничный марш. В данном детском саду мы применили конструкцию крепления в торец лестничного марша. И это тем самым высвобождая больше 12 сантиметров эффективного прохода. По периметру детского сада установили более надёжные ограждения. В самом учреждении перестроены не только помещения, но и пожарные выходы. Серьёзные противопожарные требования проявляются дошкольным учреждениям. В детском саду «Родничок» изначально были узкие противопожарные проёмы. В частности, для того, чтобы их расширить, пришлось заделать старый выход и использовать для этого окно. Ровно выход был увеличен вдвое. Теперь может эвакуироваться целая группа за короткое время. Всего в дошкольном учреждении «Родничок» 7 пожарных выходов. Я нахожусь на одном из них, ну, не считая центрального. И главное, после ремонта детский сад смогут посещать дети от двух лет. И для этого здесь открывается первая младшая группа на 20 человек. Нам пришлось переоборудовать музыкальный зал под группу. Ну, у нас уже есть решение. Мы нашли помещение, в котором у нас могут проходить музыкальные занятия, спортивные занятия. То есть ребята неудобств не почувствуют. Шестилетний Павел привыкает к новой обстановке в подготовительной группе. Это твоя группа? Да. Ну, расскажи, как она изменилась? Сильно? Очень. А что в ней нового такого произошло? Ну, игрушки всякие. У нас полы были плохие, нам поменяли самое главное – это полы. И отопление. В лучших традициях с территории «Родничка» выпустили белых голубей – живых символов яркой и насыщенной жизни нынешних и будущих воспитанников. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение. Валерий Жеглей.